доброе утро дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая тетя таня господи забыла как меня зовут знаете ли сегодня речь пойдет о высокорослых томатах которые растут на грунте знаете я столько лет с вами борюсь и если красноярцы меня слышат и внимают то ютюбовцы меня почему-то не понимают почему я вообще в шоке если честно сказать высокорослые томаты о которых сейчас пойдет речь это те томаты которые имеют рост ну метр пятьдесят и выше 2 метра это же особенные помидоры вы понимаете что все этих надо но вовсе даже не в марте в этом году так случилось что я с апреля месяце практически отсутствую на даче и все что здесь растет это не мной выращено и не мной посажено и я хочу может быть плохо что я в этом году как бы да вообще как коза с веревки убежавшая но вот именно сейчас у меня есть возможность показать прямо натурально что это такое поздний посев высокорослых томатов и что из них получится из них ничего не получится и напрасно ваши знаете ленивые брюзжания что вот что я сейчас посею все окна займу феврале да вы с ума сошли на ютюбе таких комментариев в общем достаточно мне конечно очень обидно потому что я практик я не теоретик я все давно перепробовала и если я прошу вас я не говорю что я говорю посейте я прошу вас попробуйте посеять высокорослые томаты в середине февраля там где более теплые края но посеете вы их концу февраля но при высадке высокорослый томат должен обязательно иметь одну цветочную кисть а теперь посмотрите на помидоры ну и что вы видите один помидор на целом кусте а знаете почему да потому что томаты они же не все одинаковые вот ваши простите вопли мне вообще непонятны они не только не одинаковые если это низкорослый томат он вступает под ношение после 5 максимум седьмого листа можете в марте сеть да на здоровье хоть 15 марта но высокорослый томат имеющий рост 2 метра вступает плодоношение ну это примерно если это ограниченный рост до 2 метров тогда плодоношение начинается после 9 тире 11 листа и если к высадке к первому июня а мы раньше в сибири не высаживаем у нас возвратные заморозки до минус 9 каждый год повторяется одно и то же и к великому сожалению все это можно просто потерять если рано высадить и мы высаживаем естественно к 1 июня но томат пройдет 11 листов а это 11 недель а это две недели на всходы на разворачивание семидольных листьев когда пойдет первый настоящий лист это называется полные всходы о чем на пачке написано вы читать не хотите и вот после того как он выпустит первый лист нужно еще 11 недель чтобы него 11 листьев полноценных развилась вы меня слышите или нет и при до высадки за месяц с этими томатами нужно обязательно произвести такую манипуляцию нижние листья должны удаляться даже вообще это не обсуждается у вас должен быть голый стебель три листа наверху и развивающаяся макушка и вы можете садить прямо господи боже мой можете садить лежа и это все мелочи и детали если томат посажен прямо он будет расти вглубь и научиться добывать воду оттуда снизу если он будет расти до лежа он распустит по всему стеблю голому распустит корни и это корневая система также будет его поить мы же зачем дачи заводим мы же искусственно все садим не так как все это в природе происходит так я прошу прощения у нас 32 градуса я просто как в бане значит и поэтому томат высажены на улице или в теплице требует конечно ухода эти томаты ну они бедняги получали воду только наверное до того момента как вообще начали цвести сейчас середина августа на них на некоторые внизу есть по два-три помидорка а все остальное только цветет и что это силос для коровы корова не ест подобное это горько для нее и опасно для нее и что вы выращиваете я понять не могу но услышите вы меня в конце концов середина февраля даже если написано томат детерминантный рост полтора там метр восемьдесят и это как раз вам написано для того что у него более ранний посев и ничего не случится томаты если хотите чтобы томат остановился в росте в стадии рассады просто очень часто вот так по макушкам проводить и вы остановите его рост вот такой прием всегда им пользуются профессионалы вот эти томаты поскольку еще середина августа конечно они к концу августа образуют там одну-две цветочные кисти но мы чё метр восемьдесят садим для того чтобы там пять помидорок с него снять 6 максимум ну нет конечно я надеюсь что вы все слышите видите и обратите внимание насколько здоровы эти томаты несмотря на то что здесь в почве переработанная через измельчитель и стволы томатов и стволы картофеля опрысканные меди содержащими препаратами здесь малина перерубленная и здесь нет никаких желтых листьев даже подвижки нет к тому что они заболеют и вот такие палочки к томатам не ставится такого роста здесь нужны колы примерно такого роста и называются такие томаты они уличные да да их не обязательно пялить теплицу там листья вот такие будут но это коловая культура обязательно пол рядом иначе бы посеянные вовремя высаженные к 1 июня имеющие первую цветочную кисть которой мы удаляем сразу после посадки она у нас маячок какой уровень нужно потом мы начинаем удалять как только сформируется вторая плодовая кистью томата удаляем нижние листья вот такие томаты дадут вам полноценное ведро 15 литров томатов господите боже мой слышите мне слава богу а теперь всего доброго вам и до свидания